На администрацию поселка Степное озеро обрушились прокурорские запросы. Предшествовало этому публичное выступление главы поселковой администрации на митинге в поддержку градообразующего предприятия. Глава осудила административное и рейдерское давление на кучук сульфат и заявила о финансовых проблемах, которые в связи с этим угрожают муниципалитету. Результат митинга – письмо президенту страны Владимиру Путину. А для главы администрации – пачка запросов из прокуратуры. О том, как это сказалось на жизни поселка в нашем сюжете. Митинги в Степном озере проходили после каждого судебного заседания. Напомним, сейчас Генеральная прокуратура пытается деприватизировать кучук сульфат. Это основной работодатель поселка. Обеспокоенные своим будущим жители писали письма на имя президента, чтобы власти обратили внимание на ситуацию. Завод с 2017 года подвергается административному и рейдерскому давлению. А развернувшиеся судебные тяжбы уже начали сказываться на бюджете муниципалитета. Сегодня сложилась такая ситуация, что практически все, что мы начали, мы на сегодняшний день приостановили. Это решение, которое пока не найдет разрешения сама по себе ситуация с этими арбитражными разбирательствами. Сегодня у нас нет возможности участвовать в этих проектах. Завод, который на протяжении многих лет признавался лучшим социально ответственным предприятием региона, нес большую благодворительную нагрузку. С его финансовым участием в поселке отреставрированы все социальные объекты, много вложено в благоустройство. Вся эта внепроизводственная деятельность сейчас остановлена. А из-за заморозки акций предприятия прекращены выплаты по дивидендам, что стало прямым ударом по казне поселка. В прошлом году бюджет Степного озера недополучил 14 миллионов рублей, а это почти половина. В этом ожидают еще больших потерь. Вообще наш завод, он является самым основным налогоплательщиком. 98% всех налогов, которые, это все идет только от завода. Поэтому у нас сейчас очень плачевное такое положение. Завод для нас это, ну то есть и соцблок, и материальной помощи завод выделял. Короче, поселок жил и пока еще живет за счет завода. Жил за счет завода и единственный источник питьевой воды – родник. Станция мембранной очистки по американской технологии, построенная при участии завода. Именно здесь жители поселка бесплатно набирали чистейшую воду. Сегодня станция закрыта. А это значит, что чистой питьевой воды в поселке больше нет. Мы поставили фильтра, вот это чисто для питья и готово. Ну и фильтра они у нас долго не ходят. Месяца два-три их менять надо. Потом уже все, начинает опять вода ржавая. И достаешь там, страшно смотреть на эти фильтра. Вода из водопровода не просто с отвратительным запахом. Показатели предельно допустимой нормы по содержанию железа и вредных для организма солей превышены в ней на 50%. А фильтры способны очищать только от железа. Так что питьевая вода сегодня доступна лишь в магазине за деньги. Вот смотрите, какой коричневый налет такой. Вот такая вот у нас, если бы не фильтра и ванна, и унитаз был бы такой. Закрытие родника – первое, на чем сказался недостаток финансирования. Таких болевых точек для жителей может стать больше. Ведь финансы поселка напрямую зависят от благополучия завода, которое теперь под угрозой. Обращались жители со своими тревогами к президенту, а получили внимание прокуратуры. Надзорный орган проверяет в поселке все. На дорогах измеряют линейкой высоту колеи, а в администрации все финансовые документы. Всего более десятка прокурорских запросов. Совсем недавно подобное административное давление испытывал завод. Только там запросы всех ведомств исчислялись сотнями. Еще одно место, которое пострадало от череды проверок, направленных на Кучук-Сульфат – боксерский клуб «Динамо». Секция была создана 11 лет назад при поддержке предприятия. И все это время тренировки в ней проводятся бесплатно. На сегодня здесь занимается более 30 ребят разного возраста. Тренажерный зал, весь необходимый инвентарь и даже собственный ринг – редкость для отдаленных поселков. На тренировки сюда приезжают даже из соседних родины и благовещенки. Прокуратура заглянула и в этот клуб, пытаясь выяснить, действительно ли занятия были бесплатными. Интересуют надзорные ведомства и источники финансирования секции. Эту информацию, по словам тренера, здесь никогда не скрывали. Мне, допустим, помощь всегда предлагалась от Федерации бокса Алтайского края, но я от нее отказывался, потому что и просил, чтобы Федерация бокса Алтайского края лучше уделили внимание другим районам, потому что у меня здесь все хорошо и меня обеспечивает кучу к сульфат. И я не нуждаюсь в материальной поддержке. Дмитрий Воробьев – руководитель и тренер боксерского клуба, потомок сразу двух знаменитых династий завода. А еще сын главы администрации, той самой, что выступала в защиту кучу к сульфата. Похоже, исключительно из-за родственных отношений прокурорские проверки коснулись и его с удач от жителей. В маленьком поселке все на виду, поэтому о визите прокуратуры информация разлетелась молниеносно. Встревожились и родители юных спортсменов, ведь раньше они не знали никаких забот. Дорогостоящая боксерская форма, финансирование поездок на соревнования, все необходимые траты брал на себя кучу к сульфат. Что будет теперь – вопрос открытый. Охота жить, охота воспитывать детей, охота, чтобы они занимались, тем более боксом. Ждали помощи, получается, что в ответ только одни едут. Прокурорские проверки, но больше ничего. Жители поселка надеются на успешный исход событий. Ведь уровень благополучия, который обеспечивал завод, терять никому не хочется. Но пока идут судебные тяжбы и финансирование местному бюджету ждать неоткуда. А значит, вполне вероятно, что этот ком проблем будет только нарастать. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком.